Итак, 30 марта, Тюмень, район Майка, первый день самоизоляции. Находимся на детской площадке. Как раз здесь очень много жилых домов. Ну вот мы видим, смотрим, наблюдаем, что тихо. Детей нету, пожилых людей также не наблюдается. Здесь рядом еще есть сквер юность. Вот сейчас мы туда и отправимся. Здесь, конечно, не так многолюдно, но тем не менее, картина, как говорится, на лицо. Есть у нас вот и две женщины пожилого возраста. Сейчас мы подойдем и спросим у них. Здравствуйте, скажите, а почему вы не соблюдаете режим самоизоляции? А вас же беспокоятся все-таки. Рича, дай интервью, что ты не хочешь, и поэтому мы на улицу вышли. Это первое. Второе. Она возле столетия работает. Это второе. Так, здесь у нас группа мамочек. Поймать, пусть поймаем. Здравствуйте, а почему вы не дома с детьми? Вы же знаете сейчас режим самоизоляции? Вы сейчас стоите снимаете, что вы делаете? Да, я знаю. Молодец. Хорошо. Здравствуйте, скажите, а почему вы нарушаете режим самоизоляции? В смысле, почему мы не нарушаем? Как, ну сейчас нельзя у нас прогуливаться, как по многу. Только... Нам нормально. Не боитесь? Ничего не боитесь. Ни коронавируса, ничего? Ладно, хорошо. Здравствуйте, скажите, а почему вы прогуливаетесь? Сейчас нельзя прогуливаться? Сейчас идем домой. Все давайте, потому что режим самоизоляции соблюдать надо. О здоровье беспокоимся вашим. Итак, такой итог непродолжительной прогулки по району Маяк, города Тюмени. Ну, прям не совсем лицеприятный. Люди говорят, что те, кто боится коронавируса, тот сидит дома. Дети гуляют. Да, солнышко. Но, тем не менее, пока не задумываются ни о чем. До завтра. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.